Встреча Олега Хромова с жителями Бутова парк 2Б состоялась в новой школе этого микрорайона. Пришедшим глава рассказал о районе, в котором они теперь живут. В него входят семь городских и сельских поселений, каждый из которых активно прирастает новыми жителями. Где появляются новые жители, те, кто покупают новые квадратные метры, безусловно, они справедливо требуют ту или иную социальную инфраструктуру, которая за определенный период совершенно не успевала за строительством больших домов и за продажей тех квадратных метров. Так получилось и в этом огромном микрорайоне, в котором пока не созданы условия для быстрой транспортной доставки людей к районному центру или столице. Жителям приходится выстаивать неимоверные очереди, чтобы попасть в маршрутку. Осуществляют перевозки лишь 40 машин, и их катастрофически не хватает. Этой проблеме на встрече было уделено особое внимание. У вас новая реальность, и у нас в городе совсем много. Что возможно мы делаем, коллеги? Вот я вам говорю, если на то необходимо будет увеличить, максимально вашим микрорайонам уделено пристальное внимание, и они стоят на особом контроле. Огромное количество вопросов было обращено в адрес застройщика Мортон. Они касались предоставления доступа к сети интернет, дорожной ситуации и строительства на территории новых микрорайонов, социальных объектов. У меня был вопрос к представителю Мортона о строительстве именно крытого паркинга, не открытого, а именно крытого. Он сказал, что будет только открытая площадка на 500 мест. Хотелось бы, чтобы была поликлиника. У меня двое детей, хочется невидное возить ребенка, даже если у меня есть машина, а если она сломается, трудно добираться. И вообще Мортон нас по плану обещали построить здесь поликлинику, но что-то нет. Более сотни вопросов поступило в этот вечер главе района. По каждому были даны разъяснения. Олег Хромов заверил жителям микрорайона Бутова-Парк-2Б, что муниципалитет будет делать все, чтобы заставить застройщика выполнить взятые обязательства. Людмила Медведева, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.